Всем привет! Сегодня я хочу сделать для вас обзор не просто бюджетной косметики. Эту косметику я люблю уже называть даже почти даром. Вот действительно, мы с вами уже привыкли к ценовой политике таких брендов, как L'Oreal, Maybelline, но вот это в разы дешевле, но в то же время абсолютно не хуже. И я имею в виду сейчас бренд Belor Design. Это белорусская косметика, у меня очень много чего от этого бренда есть, и в принципе абсолютно все, что вы сейчас видите у меня на лице, это бренд Belor Design. И чуть попозже мы с вами перейдем к выполнению этого макияжа. И еще один такой небольшой приятный бонус, в этом видео также будет и конкурс. Для того, чтобы узнать о нем подробнее, нужно будет досмотреть до конца видео. А я предлагаю не затягивать и перейти к выполнению вот этого макияжа. Ух, сегодня мне точно не помешает взбодриться, потому что я, по-моему, так рано, еще никогда в жизни не снимала видео. А встала я там, по-моему, вообще что-то в 5, начало 6. Но ничего, мы это сделаем. Вот только еще. Начинать мы будем, как обычно, с глаз. И в качестве теней я буду использовать вот эту вот кроху. Это линейка Smart Girl. Называется эта палетка Eyeshadow Color Money. И у меня это номер 32. И что, кстати, интересно, еще где-то даже лет 5 назад производители косметики руководствовались тем, что если выпускать большие палетки теней, то они не будут пользоваться популярностью, потому что они будут запутывать покупателя. И когда покупатель будет открывать большую палетку, он не будет знать, что с ней делать. В то время как большие палетки производились только для визажистов. Сейчас же, мне кажется, наоборот, вот такой вот формат немножко устарел. И мне бы, конечно, хотелось бы увидеть от Belor Design что-то более современное побольше. Вот так вот, чисто для вдохновения. Ну, это все, конечно, шуточки. А если серьезно, почему я сказала, что мне хотелось бы увидеть палетку побольше? Потому что качество реально классное. И сейчас я вам тоже быстро покажу один из макияжей, который я засняла с этой палеткой. Там на верхнем веке исключительно эта палетка. Я сейчас постараюсь сделать что-то, что не будет слишком похоже на то, что я вам показала только что. Поэтому я, наверное, начну с вот этого оттенка и буду наносить его на все подвижное веко. Ну и, как видите, я затянула этот оттенок практически на все подвижное веко и даже выше вот так вот немножко. Теперь на ту же кисть я буду набирать вот этот средний оттенок. Это очень красивый бронзовый металлический оттенок. Он не слишком металлический, то есть нельзя сказать, что прям, знаете, как расплавленный металл. Но в то же время он очень элегантно выглядит. И в тушевке, и в такого рода смоке, как я показывала, он выглядит очень хорошо. И сразу возьму растушевочную кисть. Здесь вообще ничего нет, никаких теней. Просто хочу сразу подправить границы для того, чтобы потом у меня не образовались пятна на этом месте. Ну что ж, в моем арсенале остался только один, и он же последний оттенок. И это вот этот темно-коричневый матовый. И им я сейчас слегка дооформлю уголок глаза. И это, наверное, будет самый быстрый макияж мой в истории, потому что обычно я гораздо дольше, конечно, макияж делаю. И посмотрите вообще, какая насыщенность у этого оттенка. У меня растушевочная кисть, то есть это не та кисть, которая, знаете, пакует прям пачками оттенок. Это та кисть, которая должна мягко класть оттенок. Но, тем не менее, посмотрите на результат сами. Он, как говорится, налицо. На мой взгляд, получается очень красиво, а главное быстро. Ну, короче говоря, что-то типа растушеванной стрелочки без стрелочки. Но давайте все-таки стрелочку добавим, потому что у меня есть жидкая подводка от Belor Design. Она называется просто Liquid Eyeliner. Это классическая подводка фломастер с фетровым аппликатором. Вы знаете мое отношение к фломастерам с фетровыми аппликаторами. Но, чем меня удивило вот это, это тем, что аппликатор прям мокрый. Вот реально, когда я впервые ее получила, вот смотрите, буквально кончиком я рисую, и все равно получается линия. В то время, как другие уже к этому времени пересыхают. А еще, конечно же, не забываем о стоимости этой подводки. Я, к примеру, не знаю ни одну подводку с ворсовым аппликатором вот в такую вот цену. Все обычно стоят уже так значительно дороже. Но и с помощью маленькой кисти и этого матового оттенка я сейчас немножко ее перекрою и попытаюсь растушевать. В идеале для этого макияжа сюда бы подошел просто карандаш какой-то гелевый. Жидкая подводка, она все-таки создана для того, чтобы больше четкие какие-то графичные линии делать, а не участвовать в растушевке. А вот с консилерами у Belor Design, к сожалению, манеха беда. У них есть вот такой вот консилер в стике, который называется Miss Perfect Corrector. И для меня и для моей сухой кожи это слишком сухой вариант. Я не знаю, может быть, сам консилер уже подсох, и он должен быть немножко более кремовым. Но по мне, вот видите, я вот так вот вожу им. И вот прям это очень сильно тянет кожу. И даже если я пытаюсь немножко как бы под пальцами это все разогреть, чтобы растушевать получше, У меня синяки под глазами не такие прям уж страшные. Но для тех, у кого действительно в этой зоне проблема, вот это, конечно, скорее будет издевательство, чем какой-то реальный результат. Поэтому у меня здесь личная просьба, Belor Design, пожалуйста, выпустите классический жидкий консилер. И желательно какой-то увлажняющий, там сквален можно туда положить, что-нибудь такое. Вот тогда это будет муа! На нижнее веко с помощью маленькой кисти я буду наносить вот этот вот металлический оттенок. И, наверное, во внешнем уголке немножечко как бы его растушую. Чем ближе это будет к внутреннему уголку, тем менее он там будет заметен. Ну, по крайней мере, так я себе это сейчас вижу. И немножко темного матового еще добавлю во внешнем уголке. Буквально цу-цуть. Ну, в общем, так как всегда. Хотела немножко, получилось множко. Ладно, тогда давайте и самый светлый оттенок тоже во внутренний уголок добавим. Так, ресницы. При выборе туши я, естественно, первым, чем руководствовалась, это размером щеточки. И щеточка у нее как раз такая, как я люблю. Небольшая, силиконовая, немножко изогнутая. Что ж, давайте красить. Эта тушь просто нереально наслаивается. Вот сначала, когда только начинаешь ее наносить, первый слой сделаю так. Видали и получше. Но потом, когда начинаешь дальше, дальше, дальше наслаивать, ресницы не становятся паучьими лапками. Но в то же время получается и объем сумасшедший, и длина. Ведет она себя тоже в течение дня очень послушно. Никак не вредничает, не осыпается, не размазывается. Но в любом случае, когда я буду делать чекин в конце дня, вы увидите и стойкость тоже, как она продержалась, как она выглядит. Поэтому сами сможете на все посмотреть. Тушь реально классная. В качестве тональной основы я сегодня буду использовать BB-крем от Белор Дизайн. У меня это самый светлый оттенок номер 100. И хотя это BB-крем, но покрытие у этого средства достаточно хорошее. Я бы сказала, что где-то среднее, может быть чуть выше среднего, но до плотного точно не дотягивает. Сразу главный совет с этим BB-кремом, старайтесь с ним не переборщить. У него консистенция хоть и жидкая, то есть он как течет по руке, но в то же время он какой-то более вязкий именно в растушевке на лице. То есть маленькой капли хватит для того, чтобы достаточно приличную область перекрыть. Поэтому не старайтесь сразу прям его сильно наляпать, иначе вам скорее всего результат не понравится, потому что будет слишком плотное покрытие. Вот как выглядит этот BB-крем сразу после нанесения. Я бы сказала, что в идеале он подойдет для комбинированной кожи. Не для жирной и не для сухой, а именно для комбинированной, но не чувствительной. Сразу хочу вас предупредить, я тут подсчитала состав. Для тех, у кого проблемная кожа, склонная к акне, и вы знаете, что у вас есть негативная реакция на тальк, проходите скорее всего стороной, потому что тальк здесь в составе есть. Из-за этого, скорее всего, этот BB-крем ощущается немножко таким уже как припудренным после его нанесения. И также в качестве консервантов здесь используются два вида парабенов. Парабены не запрещены, их до сих пор используют активно в качестве консервантов, но многие бренды уже отказываются от парабенов. Я уже об этом рассказывала, не хочу сейчас повторяться. Что же касается плюсов состава этого, мне очень понравилось, что здесь есть скволен. Скволен это вообще отличнейший ингредиент, особенно для обезвоженной и сухой кожи, потому что это очень хороший увлажнитель, который еще следит за гидротацией кожи. Стойкость у этой тональной основы неплохая, то есть она с меня не сползает, как-то кусками не съедается. Но в то же время для моего типа кожи, единственное, что мне не нравится, она может на некоторых участках пересыхать и трескаться в каких-то заломах или морщинах. Но для комби кожи в то же время, мне кажется, может понравиться. Если у вас как раз-таки комбинированная кожа, вы пробовали этот бибикрем, обязательно отзовитесь в комментариях, напишите свое мнение о нем. Идем дальше, и на очереди у меня вот эта вот палетка. Здесь сразу и бронзер, и хайлайтер, и румяна. Называется эта палетка Sculpting Trio. В этой конкретной палетке меня очень впечатлил вот этот вот скульптор. Больше всего он меня впечатлил тем, как он элементарно и красиво растушевывается. С ним просто как будто нереально поставить пятно на лице. И вот сейчас для того, чтобы это продемонстрировать, я специально его наберу и специально сейчас поставлю пятно на лице, а потом это растушую. Вот смотрите, да, вот у меня сейчас голая щека, пук. Вот я поставила конкретное пятно, да, казалось бы. Теперь наблюдайте. Легким движением руки руки превращаются. Ну что, вы еще видите пятно? Я нет, я вижу, как растушевался этот скульптор. Хорошо. И также сейчас еще добавлю его по периметру лица. И дополню я сейчас все хайлайтером из этой же палетки. С вашего позволения румянами я пользоваться не буду, потому что это для меня очень опасный оттенок. Я только что перекрыла всю красноту на лице, я не хочу ее возвращать с помощью этих румян. Но, тем не менее, свочу на всю палетку, естественно, я вам покажу. Хайлайтер, на мой взгляд, здесь тоже достаточно симпатичный, но для меня лично больше, конечно, выделяется именно вот этот скульптурирующий продукт. Он вообще просто потрясающий. Хайлайтер тоже вполне применимый, как и румяный. Если вы любите вот такие оттенки, то 100% вы сможете это все использовать. А я перехожу к бровям. И здесь я хочу вам сейчас продемонстрировать то, что уже, уже перекочевало в мою повседневную косметичку, если это можно назвать так. То есть, это тот продукт, который сейчас у меня заменил мои текущие фавориты. И эта помадка для бровей называется это Color Brow. У меня это оттенок номер 4, Ash Brown. Здесь такая же тема, как с помадками для бровей от Benefit. Сверху здесь вы получаете кисточку, которой вы можете наносить эту помадку. А что касается самой помадки, то она просто восхитительная. Вот реально я ничего плохого по поводу этой помадки сказать не могу. Сначала, когда я только получила ее, когда открыла баночку, я подумала, что оттенок, ну, точно не мой, потому что мне показалось, что он слишком светлый, но в то же время нет. На бровях он выглядит как раз идеально просто. Вот именно то, что мне нужно, ни светлее, ни темнее. Эта помадка очень кремовая. Она легчайшим образом скользит по коже, по бровям. Можно с помощью такой помадки, как прорисовать отдельные волоски и сделать прям такой макияж без макияжа. Или, вот как я сейчас делаю, более интенсивно нанести для того, чтобы выделить брови и чтобы они не терялись на лице, чтобы все-таки читались они. И это, кстати, не единственное, что у меня есть для бровей. У меня есть еще два геля для бровей. Один тонирующий, второй прозрачный. Вот этот вообще с ухаживающими компонентами, его можно использовать и для ресниц, и для бровей. Можно использовать как праймер. К примеру, просто уложить брови. И также праймер под тушь. Также его можно использовать как сыворотку, потому что нам еще обещают, что вроде как там что-то расти будет получше. Но в плане сыворотки я не пользовалась этим продуктом. По крайней мере, не пользовалась достаточно долго для того, чтобы сказать, вам есть какой-то результат или нет. Но я пару раз использовала этот гель, когда делала макияж без макияжа. И мне нравилось очень такой натуральный эффект просто ухоженных бровей. Но если вы хотите эффект именно декоративный, тогда вам сюда. Это тонирующий гель для бровей, который называется Brow Maker. Этот гель имеет оливковый подтон. То есть, опять-таки, если вам это подходит, то знайте, что он такой более оливковый. Для меня, наверное, это не идеальный вариант. Я бы хотела что-то более нейтральное или, может быть, даже холодное в бровях видеть. И мне еще очень хочется здесь выпендриться. Посмотрите, вообще, какая здесь малюсенькая щеточка. Большинство, наверное, скажут, что это просто идеальная щеточка, которая может прочесать каждый волосок. А мне вот здесь очень хочется позлорадствовать, что я люблю щеточки побольше. Вот здесь мне повезло, на ресницы не хватило. Но, тем не менее, конкретно мне нравятся все-таки щеточки побольше для бровей. Но я знаю, что огромному количеству людей понравится, что здесь вот такая вот малюсенькая. Опять-таки, знаете, аналогию могу провести с Benefit. У них Gimme Brow вот приблизительно такого же размера, может быть, чуть-чуть меньше. Мы с вами почти закончили. Остались только губы. У меня здесь достаточно много разных вариантов. Давайте, наверное, начну с того, что я сейчас наносить не буду. Но не переживайте, в нанесении я все равно вам это покажу. Просто это был другой день, другой макияж. Первое, что я наносила, это карандаш. Как видите, это красный классический оттенок. Немножко более оранжевый он, нежели классический красный. Карандаш у меня этот в оттенке 41. Это карандаш, который вместе с точилкой. Это не просто бюджетно. Это почти даром. Очень дешево стоят эти карандаши. И в то же время мне очень понравился. Он немножко более суховат. Это не гелевая формула. Это больше именно такая классическая формула карандаша. Но, тем не менее, очень четко делает контур. Ничего не растекается. Все отлично держится. Что касается вот этой помады. Это жидкая матовая формула. Называется это Super Stain Million Kisses. Это очень красивый и акцентный оттенок. То есть, если вы хотите сделать губы акцентом, тогда вам вот сюда. И формула у этой помады очень пудровая. Очень тонко ложится на губы. И при этом ощущается такой вот легкий пудровый эффект. Она очень стойкая. Она абсолютно не отпечатывается. Будет отпечатываться только если вы что-то едите, пьете. Что-то именно жирное, такое разрушающее помаду. А если это просто какой-то физический контакт по типу поцелуя, или если вы пьете что-то такое типа чай-кофе, то она абсолютно никуда не девается. А сейчас я вам хочу в этом образе продемонстрировать вот эти вот три помады. Давайте, наверное, начнем с вот этой. Это помада в стике Satin Colors Lip Cream Crayon. И это классическая такая пыльная роза. Эта помада по ощущениям немного более сухая, чем их классическая версия, потому что классическая прям очень такая увлажняющая, кремовая, сливочная. Вот это дает более плотный цвет, но при этом она и не настолько кремовая, хотя все равно в принципе кремовая. И перед тем, как наносить эти помады, я каждый раз буду пользоваться автоматическим карандашом для губ. У меня это оттенок 417, такой более нюдовый карандаш. И следом я хочу вам продемонстрировать две классические помады. У меня это два разных оттенка, 104 и 131. В принципе, они очень между собой похожи. Это два таких нюдовых оттенка. Единственное, оттенок номер 131 более холодный, такой как сливовый, когда оттенок 104 более розовый. И давайте начнем с оттенка 131, который более холодный. Как видите, это абсолютно классическая такая кремовая помада. Она совершенно не стойкая, но мы этого и не ожидаем от таких формул. Но зато она очень комфортная. И если верить сайту Belor Design, то здесь в составе еще очень много ингредиентов, которые ухаживают за вашими губами. Формула действительно очень такая мягкая и прям скользящая на губах. И последнее, о чем я хочу вам рассказать, это продукт, который для меня скорее относится к уходу, нежели к декоративной косметике. И это скраб-бальзам обновления губ. До появления в моей жизни вот этой помады я была стойко уверена, что вот такой вот формат скраба абсолютно бесполезен. Но вот этот мне понравился, потому что он реально хотя бы работает по своему назначению. Здесь в составе какие-то очень мелкие и жесткие отшелушивающие частички. Мне это чем-то напоминает как песок. И когда ты наносишь эту помаду, то она не начинает таять, как бальзам у тебя на губах. И как будто как крошится даже. Она как будто все равно остается жесткой. И когда вот так вот вводишь по губам, ты ощущаешь эти скрабирующие частички, которые переносятся потом на губы. И при этом губы также увлажняются и питаются всеми элементами, которые входят там в состав. После чего я просто вот этот песочек в кавычках удаляю какой-то салфеткой. И губы при этом уже в принципе как будто как после бальзама. Но я еще дополнительно это дублирую своим обычным бальзамом для губ. Тем не менее, если вы ищете вот такой вот формат скраба для губ, вот попробуйте. Поверьте мне, этот отличается от всех других, которые в таких же форматах и которые абсолютно бесполезны. А теперь приятные новости, а именно конкурс. Я хочу кому-то из вас подарить два вот этих продукта от Belor Design. Первый это BB крем и оттенок у него 101. И второй продукт это помадка для бровей. Тон это номер 2. Это гораздо более светлый оттенок, чем тот, который у меня в бровях. Скорее всего он вам подойдет, если у вас русые волосы, может быть чуть-чуть светлее, чуть темнее, максимум шатенка. Вот где-то вот в этом вот диапазоне. В общем-то, если хотите попытать свою удачу, то обязательно проходите сейчас в описании под видео. Там будут все условия. Они, как всегда, будут очень простыми. Но в то же время там можно почитать, до какого времени продлится этот конкурс, когда я буду выбирать победителя и так далее. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, то зацените. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.